Творческая мастерская 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 искусства сегодняшнего, которое она начала отодвигать абстрактное искусство. И сегодня эта выставка говорит о том, что благодаря Академии, благодаря Союзу художников мы впервые в Академии выставились, и выставилась очень сильная группа, в котором в основном есть московская двадцатка, представители московской двадцатки, это Игорь Снегур, Юра Миронов, Саша Семенов и многие другие. И плюс есть ребята, которые уже как бы более молодое поколение, которое присоединилось к этому. И этот отчет был очень важен для всех художников, потому что возрастной ценз от 40 до 80 лет. И вот это явление, которое, если вы прошли по залам, увидели, что некоторые зрители говорят, вот молодые ребята, как рисуют, не зная самих художников. И это приятно, что люди в таком возрасте остались много со временем. И поэтому это хорошо, что сегодня телевидение как бы берет интервью, потому что у нас вот вышла книга, книга, которая называется «Не квадрат, иная реальность». В основу название была такая шуточная сперва была, в том плане, что мы когда узнали, что все время говорят о квадрате Малевича, после того, как благодаря Потанину, выкупившему его работу и подарившему России, очень многие люди начали говорить о квадрате Малевича. И вот это вот как бы не потому, что Малевич есть сам, величина для них, а величина закупленной суммы картины, она очень заинтересовала. И это стало таким ярким ходом, пиар-ходом вот именно в области абстрактного искусства, именно к Малевичу. Потому что, если вспомнить до этого периода и весь советский период, везде у нас была Джоконда. И все время спрашивали о Леонардо да Винчи или, в крайнем случае, о Рафаэле. Ну, сейчас уже и о Малевиче начали. Каждый, кто слушает слово абстракция, задает вопрос Малевичу. Ну, наверное, это же хорошо для вашего направления, которым вы занимаетесь. То есть, он такого пропиарил в истории и в массах. Это очень хорошо в том плане, что хотя бы люди начали как бы знать. Что такое абстракция. Да. Но я надеюсь, что следующие закупы будут Кандинского, Радченко. А неизбежно же будет. История как-то должна развиваться. Не может ли все остановиться? Я думаю, что просто сегодня надо так сделать, что все то искусство, которое сегодня представляет наша группа, это маленькая толика вот в этом большом океане российского авангарда. И я думаю, что будет приятнее, если наш бизнес иногда свои взоры бросит на то искусство, которое якобы им не очень понятно. Оно совершенно понятно и естественно. Давайте мы сейчас постараемся прикоснуть наших телезрителей к этому искусству, которое одним кажется совсем непонятным, другим кажется очень даже понятным и простым. То есть тут действительно вещь такая, но направление такое очень непростое. И вот обывателю, привыкшему к обычным форумам и к внятным сюжетам, ему сложно сразу без подготовки разобраться и понять всю сверхзадачу произведения. Давайте мы сейчас постараемся вот это сделать, посмотрим сюжет об открывшейся выставке, а после этого продолжим нашу беседу о высоте. Минимум четких силуэтов, только буйство красок. Эти картины заставят задуматься каждого. Художник Елена Старкова на выставке «Не квадрат, иная реальность» представила несколько своих работ. Последняя картина «Мунсун» была сделана по возвращению в Москву после длительного отпуска. Здесь в красках пересекаются и радость, и боль, и борьба с совестью из-за того, что так давно не бралась за кисть. Это было очень национальное время, и позитивное, и вроде бы сложное, и такая борьба внутренняя с чувством совести, что ты так давно не был дома. В общем, такие, да, вот эта работа для меня такая. Проект «Не квадрат, иная реальность» – это итог 17-летней работы объединения «Давид-групп». Началось всё в 1976 году, когда группа неформальных художников под лозунгом «Будь собой и будь профессионалом» устраивала выставки в залах на Малой Грузинской улице. До сегодняшнего дня они не меняют избранного направления, объединяя почитателей экспрессивного абстрактного символизма. Группа очень сильная, хорошая. Они занимаются пластическим искусством, они занимаются эстетикой, формой. У руководителя очень хороший вкус. Всего на выставке 62 картины 16 художников. Здесь можно увидеть символизм с элементами экспрессии, авторскую технику, калаш и чистую абстракцию. Зритель очень странный. Он приходит, если что-то не видит знакомого, он начинает какое-то противоборство. Он не хочет понять художника, он не хочет прислушаться. Хотя бы пять минут постоять и подумать, а может здесь что-то есть, что-то сказанное. Совсем другой квадрат, не Мальевича. И реальность непривычная для простых обывателей. Всматриваясь в эти картины, каждый увидит свой мир. Галерея искусств Зураба Церетели открывает двери для всех ценителей подобного творчества. Выставка «Не квадрат, иная реальность» продлится до 4 апреля. Продолжение следует... Сергей Станиславский, который ввел такой термин, как «сверхзадача». Что всегда актер, играя на сцене, должен понимать ту сверхзадачу, которую преследовал автор. Вот скажите, пожалуйста, с точки зрения художника, когда он создает произведение искусства и прибегает к абстракции. Там всегда есть какая-то сверхзадача? Потому что, наверное, основное, не то что обвинение, но мнение простых людей, что «я тоже так могу». Дескать, я вот возьму, начикаю и все выстрою. Это очень интересно, потому что я всегда говорил, что у людей появляется момент того, или полного отрицания, или «я тоже так могу». И мы делали проект, где мы выставили мольберт, чистый холст, краски и все. И когда всегда исходил такой разговор о том, что «я могу», мы предоставляли возможность любому человеку подойти и рисовать. И когда первые 2 секунды он начинал рисовать, а потом бросал кисточку и уходил, потому что не получалось. Потому что, понимаете, в абстракции что прекрасно, 16 авторов из 16 совершенно разных направлений и разных взглядов на абстракцию. И вот абстракция, она самая демократичная в своем положении, в своей ситуации. Потому что она дает возможность продукту, который внутри тебя живет, она воплощается в очень индивидуальной и закрытой форме. Потому что то палатно, которое перед тобой, оно тебе дает возможность быть совершенно свободным. Там нет никаких измов. Ты делаешь то, что из тебя исходит, и ты хочешь воспроизвести. Вот, например, я не в упрек там реализму и другим измом. Я сам всегда иду в Третьяковку. Мой кумир – это Воснецов. Я смотрю очень, восхищаюсь его творчеством. Но любимчик – это мой врубель. Я когда иду в зал с врубеля, сажусь и смотрю. Я просто думаю, как это можно с такой силой, с такой мощью выразить все те чувства, которые в тебе живет. И поэтому здесь вопрос. Нет конфликта между абстракционизмом и другими формами. Нет конфликта. Потому что любого из наших художников, если спросишь, он с тобой. Я воспитывался на Мазасу, Джотто. Я люблю Караваджо. Я люблю тех людей, которые меня волнуют. Это не важна форма. Не важна форма. Потому что перед тем, как прийти на выставку, хотя бы в интернете, в поисковике поискать, что такое абстракционизм, что такое современное искусство, какие представители этого искусства являются и где они. В отличие от европейского зрителя, европейский зритель готовится. Мы в Германии сделали выставку, и когда пришли на открытие, они нам задавали такие вопросы, которые, в общем-то, тебя удивляло. Откуда они знают, сколько лет ты уже в этом творчестве, как ты? Они готовятся к этому. Практично. Я думаю, что в любой форме искусства, если ты понимаешь, даже в театр, неподготовленный человек, в театр, понимаешь? Вот, мы с вами, как мы, вот неожиданно-то из этого вопроса ушли просто в серьезную философию. В ментальность мы уперлись. Конечно. Мы уперлись в то, что немец, дотошный математический ум, который сделал Мерседес, он любит все анализировать, просчитывать, высчитывать, узнавать и складывать себе в копилку. А наш-то человек, он чувствовать любит. Он приходит, он говорит, мне непонятно, это плохо, значит. Да, а ковыряться, анализировать я не готов, это не... Я хочу почувствовать, вот дайте мне реальность, я ее почувствую. Знаете, я всегда людям говорю, что вот в отличие от того, что никто с физиком не входит в споры, потому что он плохо знает физику или с химиком. А в области творчества художника-дизайнера, понимаете, сейчас в Москве каждый второй, если остановишь, он как минимум дизайнер или художник. Или архитектор, уже на эту профессию тоже. Почему? Потому что я радуюсь этому, эти профессии, они очень демократичны, дают любому человеку выразиться. Ну, как вам сказать? Выразиться, да. В хорошей или плохой форме, это другое, это уже профессионализм. Когда взгляд замыливается, когда вот это постулаты, что такое хорошо, что такое плохо, стираются, и все становятся актерами, снимаются в кино, параллельно просто проводят. Вот благодаря телевидению надо стереть вот этот стереотип, потому что, когда смотришь по телевидению всех тех людей, которые уже надели на том канале, на том канале, вся эта музыка, вся эта попса, все эти художники, вот эти все представители какой-то элиты. У нас искусство все принадлежит каким-то таким странным людям, которые совершенно не могут понять. Никогда не говорят, что в прошлом году самой дорогой покупкой западного олигарха была работа Джаспера Джонса, которая была куплена со 198 миллионов долларов. Ну, об этом молчат. Об абстракции вообще в Европе молчат. О том, что творится в низах вот этих подвалов, все молчат. Почему сегодня художники нашей группы, они каждый куда-то ушел. Ушел на дачу, ушел в подземелье, потому что он устал бороться. Он устал бороться. И единственное, что я, будучи художником, я еще нахожу себя в силах, вот это все делать, потому что другим никому не... Друзья поддерживают, вы признаетесь перед эфиром. Да, друзья поддерживают, да. Очень много друзей. Типография эльф очень поддерживает. Я общался с замечательной певицей джаза и, в первую очередь, романца Нина Шацкая. Да. И вот, просмотрев, я был у нее на концерте, и мы смотрели в программе тоже фрагменты ее выступлений, я искренне удивился. Говорю, ну почему же у нас... Это же действительно интересно и, на мой взгляд, очень современно. То есть и молодежи должно нравиться. Я не говорю про старшее поколение, а все-таки в зале, как правило, представители старшего поколения. Но молодежь, по-моему, это весьма конкурентно способна с попсой, которая уже немножечко зациклилась и зашла в тупик. Я говорю, Нина Аркадьевна, вот как вы это... Почему так происходит? Она говорит, ну понимаете, сказал то же самое, что и вы. Если ребенка с юных лет кормить картошкой, а в 20 лет ему дать апельсин, он не поймет, что это апельсин. И что это у них... То есть вот это, по сути, эта мысль, которую вы... Вот о джазе очень хорошо, что мы поговорили, потому что в нашей книге в одном развороте мы... Ну, как вы знаете, Гаранян умер, и мы... Я его очень люблю, потому что в 2008 году... А у меня с ним был эфир. Да, да. И вот о нем есть такая разворотка фотографий. И в 2008 году мы сделали джаз и его современники. Это я сделал проект такой в клубе «Акварель», и там все джазмены и художники. Я постарался этот синтез сделать искусство и джаз. Целый месяц там проходил этот фестиваль. Но, конечно, опять-таки, вы понимаете, если сегодня в музеях выставить и реализм, и тоже не идут. Вот в чем беда. Все ушло в интернет. Да. И вот, скажем, в Третьяковку идешь, там смотришь, ну, 50, 60, 70 процентов иностранцев. Наши граждане уже... Вот раньше, при той системе, в которой мы жили, была какая-то культурная традиция. Мы одевались и шли в театр. Мы одевались и шли на оперный театр. Я так помню, когда... Все это было как бы празднество, Третьяковка. Сегодня это все так на обыденном уровне. Потому что мы одевались и шли в театр, как вы сказали. А сейчас мы тоже одеваемся и идем в театр. Но мы одеваемся. Идем в театр, идем в ресторан. Для нас что театр, что бордель. Главное, что мы одеваемся и идем. Давайте перейдемся. Мы как раз говорили с вами о культуре. Наша традиционная рубрика «Обзор культурных мероприятий недели». Вот маленькая сводочка от наших редакторов. Посмотрим. В Ботаническом саду МГУ во второй раз проходит зимний фестиваль «Орхидей». Среди вековых пальм и буйной тропической зелени в оранжерее вечное лето. На выставке собрали больше тысячи самых ярких экземпляров ботанического сада МГУ. Здесь есть очень интересные сорта и тропических, и субтропических орхидей. Цимбидиумы, которые поступают к нам и растут в диком виде в предгорьях гималайских лесов. И вот здесь мы тоже можем увидеть одни из самых больших орхидей. Потом в кофе пидели мы такие орхидеи, похожие на башмачки. Вот у нас в Подмосковье тоже, особенно раньше, водился такой башмачок, панирин башмачок. Орхидеи – самое большое семейство растительного царства. Сегодня известно 26 тысяч видов. И каждый год ботаники открывают еще 100-200 новых. Они составляют почти десятую часть флоры земли. И встречаются везде, кроме Антарктиды и пустыни. Второй зимний фестиваль орхидеи.